Нашего первого гостя, им будет Юрий Федоров, военный эксперт. Пан Юрий, витаю вас. Витаю. Приветствую. Спасибо, Юрий, вам тоже. Вот НАТО видит подготовку России к новому наступлению с целью захватить всю Украину. Об этом говорит Йенс Толтенберг. Давайте посмотрим, пожалуйста, послушаем его заявление. Мы видим, что русские готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, более 200 тысяч человек, а возможно даже больше, что они активно наращивают вооружение и боеприпасы. И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, которое заключается в том, чтобы контролировать всю Украину. Ну вот, и уже отреагировал на это заявление Зеленский, призвал иностранных партнеров к поддержке, уверил, что поставки оружия не должны заканчиваться. В то время он уверен, что России все-таки не удастся захватить всю Украину, которая постепенно готовит свое направление. Вот, Юрий, с одной стороны, НАТО делает эти заявления, а с другой стороны, логика дачи Украине оружия остается прежней. Да, мы слышим уже о танках и так далее, но непонятно, успеют ли они прийти, успеют ли наши экипажи подготовиться, тренироваться на этих танках и быть слаженными, собственно, танками-бригадами. И не видите ли вы в этом продолжающееся такое, знаете, противоречие? Ну, противоречие это было, да, но сохраняется, сохраняется, потому что целый ряд западных политиков, западных людей, причастных к политике и политических лидеров, в общем, придерживаются, я бы сказал, такой несколько оппортунистической позиции по отношению к войне России против Украины. Они выступают, как мне представляется, хотя об этом многие говорят и, думаю, совершенно справедливо говорят, выступают за то, чтобы не допустить поражения Украины, но вместе с тем не допустить разгрома России. Вот такая двойственная, на мой взгляд, абсолютно бесперспективная позиция, но она есть. Отсюда вот эти постоянные колебания, дадим танки, не дадим танки, что характерно для, прежде всего, для германского правительства, ну, по крайней мере, той его части, которая принадлежит к социал-демократической партии. Есть и в других странах такие колебания. Насколько они серьезны? Да, они серьезны, потому что они замедляют поставки жизненно необходимых Украине вооружений, что правда. И это, конечно, тут хорошего мало. Но, с другой стороны, видите, я считаю, что год назад, в конце февраля, в начале марта прошлого года, когда российская армада вторглась в Украину, но ситуация была для вооруженных сил Украины, для общества Украины гораздо более сложной, чем сегодня. Сегодня мы видим, что вооруженные силы Украины научились воевать лучше, чем они это умели делать в начале войны, что совершенно естественно, потому что боевой опыт и опыт управления войсками, опыт командования, формирование планов и решение огромного количества логистических задач, оно было приобретено в ходе войны. Другого источника такого опыта просто нет. Вооружения, которые есть сегодня у Украины, ну, никоим образом не меньше, чем те, которые были на начало войны. Поставки вооружения, военной техники из-за рубежа от западных союзников, хотя и не в тех количествах, и не теми темпами, но они продолжаются. И я бы сказал так, что вот история с танками, но танки, как бы это сказать, это не единственное средство, которое, не единственное оружие, которое нужно Украине, но и которое есть у Украины. Дело в том, что если, ну, я думаю, что Йенс Толтенберг, конечно, прав, русские готовят крупнейшее наступление, и это их последний шанс, на самом деле, другого шанса, если это наступление провалится, а я думаю, что оно провалится, другого шанса у России уже не будет, уже не будет. Для этого нет, не будет ни материальных средств и сил, и не будет политической воли, в том числе воли российской номенклатуры, в том числе ее весьма высоких уровней. Так что для Путина это последний шанс, он действительно будет его использовать. Скорее всего, Столтенберг прав и в том, что Путин не отказался от своей цели захватить всю Украину, но, понимаете, а кто же ему даст это сделать? Вот и в чем вопрос. Да, Путин, ну, если рассматривать самые, так сказать, неприятные варианты развития событий, русская армия во время весенней кампании сможет одержать какие-то победы. Я говорю, это самый неприятный, это худший сценарий развития событий, хотя не самый вероятный. Ну, какие-то, может выйти на границы, допустим, Донецкой области, может продвинуться где-то на каких-то направлениях. Но разве это причина для того, чтобы Украина капитулировала? Я думаю, нет. А потом, у русских тоже есть очень много уязвимых мест, в том числе и то, о чем говорят постоянно наблюдатели и аналитики, это Запорожская область. Если вооруженные силы Украины смогут, а я думаю, что они смогут реализовать план наступления на Мелитополь-Бердянск, ну, тогда ситуация будет абсолютно в пользу Украины. Игорь, знаете, я вот, извините, Юрий, я штудирую сейчас вот сводки дипломатических таких заявлений, и вот очередное такое вот заявление, которое меня просто выбесило. Знаете, я уже на самом деле не буду даже скрывать свои эмоции. Вот была совместная пресс-конференция у австрияков и венгров по поводу войны в Украине. И вот они заявили, что их позиция четкая, они не будут отправлять оружие в зону конфликта с тем, чтобы избежать дальнейшей эскалации. При этом, я так понимаю, Австрия, она же еще с конца Второй мировой является нейтральной страной, да, ей можно было вообще никак это не объяснять. Ну вот, мы нейтральны и все. Нет же вот это опять формулировка о том, что, как они дальше говорят об этом, это будет война, которая может перекинуться и на остальную Европу, это будет не просто война, а это будет еще и гибридная война, и это приведет к увеличению миграции в целом. То есть, месседж прост. То есть, давайте это сделаем так, чтобы она оставалась на территории Украины, пусть они там друг друга убивают, как бы нам это, собственно, не нужно. Знаете, вот слышать про необходимость избежать эскалацию, но, мне кажется, эта формулировка сама по себе уже настолько обанкротилась, да, я не знаю, что уже не делал Путин, что можно было продолжать с таким, знаете, серьезным лицом про это говорить. Ну, вы знаете, если иметь в виду позицию венгерского, позицию Будапешта, венгерского руководства, ничего нового в этом нет, они говорили об этом на протяжении практически всей войны. Да, Виктор Орбан заявил, что он против войны, что он не поддерживает войну в Украине. Он заявил о том, что он не признает, по-моему, он говорил об этом, что не признает аннексию и этого самого Ордуло, и Херсонской, и Запорожской области. И да, это было. Но одновременно он тщательно муссирует, постоянно муссирует два тезиса. Первый тезис. Венгрия настолько зависит от поставок российской нефти и газа, что им деваться просто некуда, поэтому они не хотят, не могут, может быть, и хотели бы, но не могут разорвать отношения с Россией. И второе, он пугает весь мир и самого себя, наверное, как и другие представители правящей в Венгрии партии Фидес. Причем я бы сказал, что эта позиция характерна прежде всего для этой партии, не для всего политического спектра Венгрии. Вот оппозиция, которая выступала против Фидес и Виктора Орбана на выборах в прошлом году, она придерживается совершенно иных позиций, абсолютно таких нормальных позиций возвращения Венгрии в единую западную семью. Ну, так, немножко литературно, да, уж простите меня. Но Фидес, да, Фидес – это специфическая такая партия. Ну, они напоминают немножко партию Марин Лепен во Франции и некоторых других таких правых деятелей в Европе. Но я бы сказал, да, в моральном плане их позиция абсолютно безнравственная, совершенно точно безнравственная, потому что нельзя ставить на единую доску, на одну доску жертву агрессии и агрессора. Но мы все это знаем. Они ставят для них вот этот вот лозунг, «Да, давайте мы будем искать мир». А мир на каких условиях? Ну, тут, значит, Будапешт уже, так сказать, смущенно пожимает плечами, понимая, что их тут же, ну, как бы, начнут сильно критиковать люди с разумными позициями. Ну, да, ну, в общем, я бы сказал, что ни Австрия, ни Венгрия не делают погоды в Европе. Их, это позиция, которая отвергается все-таки большинством европейцев и подавляющим большинством европейских государств. Юрий, вы помните такой термин был на Западе, в Штатах, в частности, кремлинология, да? Это когда в советское время, да, за неимением достоверной информации из стен Кремля, то есть кремлинологи читали, как бы, между рядами, между строчками газеты «Правда», а также по конфигурации правителей, вышедших на Мавзолей, на здание Мавзолея. Вот это было... Ну, конечно. Да, два существенных таких механизма, по которым работала кремлинология. Так вот, Орбан, он примечательен тем, что как такой лидер пятой колонны пропутинской внутри НАТО и Европейского Союза, он ретранслирует месседжи Кремля, не только месседжи такого позитивного характера, да, но и, собственно, фобии, скажем так, да, Кремля, он высказывает, и вот два его заявления, вот свежих. Вот хотел бы услышать ваше мнение, ваше ощущение по поводу этих заявлений. И вот начнем с первого, он, где Орбан говорит, что нельзя исключать вероятность прямого участия войск НАТО в войне, если Россия начнет одерживать серьезные победы весной. Мне кажется, что, ну, во-первых, тут большой знак вопроса, если Россия одержит какие-то крупные победы весной, вопрос ведь вот в чем. А какие победы может одержать Россия? Вот я пытаюсь понять. Ну, что она может взять Киев? Нет, не может. Для этого нет ни сил, ни средств. Киев – прекрасно укрепленный город. Штурм такого города – это тяжелейшее занятие, требующее очень крупных сил и средств. Что могут сделать? Ну, могут занять Донецкую область. Допустим, да, ну вот, я повторяю, перечисляю самые плохие варианты. Могут продвинуться где-то, ну, может быть, я не знаю, там по направлению к Полтаве. Ну, на какое-то время, на какое-то расстояние. Но, понимаете, чем глубже, даже вот если так рассуждать, чем глубже российские войска будут отходить от, чем дальше, точнее, они будут отходить от своих тыловых баз снабжения, растягивать коммуникации, тем более уязвимыми они будут становиться. Так что, я, честно говоря, я не вижу причин для того, чтобы говорить о крупных победах, таких, которые могут заставить НАТО пересмотреть свою позицию. Теперь, что касается прямого участия военнослужащих войск НАТО, ну, стран, членов НАТО, скажем так, чтобы быть точным. Потому что, ну, я, честно говоря, пока причин для этого не вижу. И, если судить по заявлениям, ну, лидеров самых таких крупных стран НАТО, ну, это, похоже, исключено. Другого тут, опять же, нужно иметь в виду вот какой момент. Что мы имеем в виду под войсками НАТО? Есть вооруженные силы, государств-членов этого альянса, которые в случае вооруженных действий, в случае, если альянс вступает в войну, они переходят под командование, командование объединенными силами НАТО в Европе. Да, это так. Но эти войска подчиняются в политическом плане, подчиняются, значит, политическим структурам НАТО, которые принимают решения на основе консенсуса. Поэтому, если говорить об этих вооруженных силах, ну, я думаю, что такого консенсуса, хотим мы того или нет, нравится нам это или нет, но в НАТО достигнута не будет. Другой момент, другой вопрос, это участие стран, вооруженных сил, стран, отдельных стран, членов НАТО, военных действий в Украине. Тут совершенно другое дело. Вот тут вопрос решается на национальном уровне, не на уровне всех государств НАТО, а на уровне национальном. Но вот здесь могут быть варианты, конечно. Если предположить, но я думаю, все-таки, если предположить, что возникнет реальная угроза, скажем там, в государственном Балтии, да, тогда, конечно, страны НАТО, и как альянса, так и на двустороннем уровне, они будут оказывать поддержку, в том числе и военным образом. Ну, что касается Украины, я бы, знаете, только вот на что обратил внимание. Все-таки, для чего Соединенные Штаты развернули 4,5 тысячи вот этих солдат из аэродесантной дивизии в Румынии, прошу прощения? Это бригадная боевая группа, ради чего, для каких целей Соединенные Штаты перебрасывают значительное количество вооружений в Польшу, в том числе тяжелой бронетехники? Вот невольно возникает вопрос, к чему же готовятся, собственно, вооруженные силы Соединенных Штатов и политическое руководство этой страны. Вот на этот вопрос, конечно, ответ должен дать либо Пентагон, либо Белый Дом. Но, в общем, вот это все-таки, это развитие, такое развитие событий, такая тенденция, ее нужно иметь в виду. Да, окей. Вот по поводу второго заявления я сказал позитивные месседжи, которые он трассирует. Я имею в виду не в смысле жизнеутверждающей, я имел в виду разные, в том числе активные меры, что называется, ДЕЗа и так далее, которые он распространяет. И Кремль использует того же Орбана для этих коммуникаций. И вот второе заявление его, Орбан не считает, что такие вот победы Украины, которые она продемонстрировала последние несколько месяцев, сохранятся в долгосрочной перспективе. Он указывает на мощности ВПК российского и убеждает, что в войнах россияне традиционно слабые в начале, но в конце их просто невозможно остановить. Откуда берется такая ТЕЗа? Ну, она же как бы тут не нужно быть историком, чтобы в пух и прах разбить, собственно, ее двумя примерами из относительно недавней истории. Ну, я думаю, что просто Виктор Орбан не слишком хорошо изучал историю в университете. Я не знаю, какое образование у него. То есть, университет-то он кончал точно, но вот по какой специальности, Бог его знает. Но, смотрите, то, что он говорит, справедливо только для Второй мировой войны. Действительно. Ну, после катастрофических поражений советской армии в первые два года войны, после того, как немецкие войска вышли к Сталинграду, да, действительно, после этого не без помощи, а я бы сказал, даже с большой помощью западных союзников, прежде всего Соединенных Штатов, советская армия смогла восстановить боевой потенциал. И потом достаточно, ну, как не слишком быстро, но в течение двух лет, в общем, добилась победа. Это правда. Но если мы посмотрим на Первую мировую войну, там совершенно другая картина. Там никакой победы русской императорской армии не было. Если мы посмотрим на войну в Афганистане, так где там победы? Вообще там победы не было, было сплошное поражение. Если мы посмотрим на войны в Чечне, вторая война в Чечне кончилась фактически тем, что Путину пришлось капитулировать и передать операцию уже на определенную группу сепаратистов во главе с кланом. Ну, мы знаем Кадыровых, которые, собственно, и переломили ситуацию. Вовсе не русские войска. Какие войны, кроме Второй мировой войны, Виктор Орбан имел в виду? Я просто вот теряюсь. Русская, японская, крымская тоже. Ну, крымская война, где там, там никакой победы вообще нет. Русская, японская война, поражение России. Виктор Орбан, да. Это вот, ну, вот назовите мне эти войны. Я их вспомнить не могу. Скорее наоборот, практически все войны на протяжении последних 150 лет, ну, начиная с Крымской войны, они действительно, они кончались либо поражением России, либо, ну, в лучшем случае, какой-то нейтральной позицией. Ну, советско-финская война 1939-1940 годов, там, ну, там было, там я не могу сказать, что, да, была одержана такая первая победа, но если у вас есть перевес, количественный перевес, там, в несколько раз, было бы просто безумеем не одержать победу. Ну, вот так. Ну, продолжая комментировать заявление о нынешних и бывших высокопоставленных европейских чиновниках, вот то, что недавно, буквально на днях, как сказал, заявил Борис Джонсон, экс-премьер, экс-премьер-министр Великой Британии, вы знаете, это очень созвучно. Мои мысли о том, что НАТО не делает никакого одолжения, ну, страны НАТО, не как альянс, а страны НАТО, давая Украине оружие, не делают никакого одолжения Украине, они, в принципе, по многим соображениям обязаны это делать, по соображениям своей собственной безопасности, ну, и по соображениям вообще подоплек этой войны. Вот он сказал следующее, что мы годами рассказывали украинцам о том, что у нас политика в НАТО открытых дверей, что они имеют право выбирать свою судьбу, что Россия не имеет права влезать в это и не имеет права накладать никакого вето. И одновременно, вот говорит Джонсон, мы неоднозначно давали, не двузначно давали понять Москве, что Украина никогда не вступит в альянс, потому что у многих членов НАТО было право вето, которое они готовы были в этом случае использовать. И вот результат, пишет Джонсон, самая ужасная война в Европе за последние 80 лет. Путин вторгся не потому, что думал, что Украина собирается вступить в НАТО, он всегда знал, что это маловероятно. Он напал на Украину, потому что считал и имел на это доказательство, что мы не слишком серьезно относились к вопросу защиты Украины. Вот знаете, такая вот, раззадорили Украину, эта идея была и разрывала, собственно, и общество, которое тогда по этому вопросу, собственно, разделялось, нельзя сравнить с ситуацией сейчас. И одновременно, знаете, вот так дразнило этой красной тряпкой быка. Вот, собственно, его, эта позиция. Вот вы солидаризируетесь с такой точкой зрения? Ну, если говорить кратко, то да, конечно. Начиная с саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, там ведь Путин откровенно пригрозил, что если Путин тогда дружил с НАТО, его приглашали для, там был, одновременно был саммит Совета НАТО-Россия или Россия-НАТО, вот Путин, значит, на этом саммите НАТО в Бухаресте, он присутствовал, и он там всячески излагал свою точку зрения, которая сводилась к следующему. Он ведь тогда сказал Бушу, Джорджу Бушу, младшему, тогдашнему президенту Соединенных Штатов, публично сказал на каком-то заседании, а вы знаете, Джордж, Украина это вообще не государство, часть Украины была подарена нами, другая часть это вообще непонятно что. А если Украина вступит в НАТО, ну мы тогда, значит, тогда Украина перестанет быть государством. Что-то вот в таком духе Путин высказался. И надо сказать, что некоторые участники этого саммита, в том числе, как я понимаю, мадам Меркель и тогдашний президент Франции Саркози, по-моему, тогда был, вот они поверили Путину и сказали, нет-нет-нет, что мы никогда Украину в НАТО не будем принимать. Нам было принято, правда, такое какое-то очень неопределенное, неоднозначное заявление по этому поводу. По поводу Грузии, кстати, тоже там был, обсуждался вопрос о предоставлении плана членства, плана действий для вступления в НАТО для Грузии и Украины. Но этого уже решения принято не было, было некое такое, ну, аморфное абсолютно заявление. Так что Путин прекрасно знал, что никто вообще Украину в НАТО принимать не будет. К тому же, ну, давайте называть вещи своими именами, примерно половина населения Украины была против в то время. Ну, да, такая вот была наивная, наивный оптимизм, я бы сказал, среди населения Украины. Сейчас ситуация абсолютно другая. Но, опять же, вот тут вопрос, а готовы ли НАТО сегодня принять Украину? Вот для меня тут пока нет ясного ответа. Потому что есть действительно решение, принимаясь с консенсусом. Есть ряд стран, но та же Венгрия, которая явно совершенно будет выступать против. Но, понимаете, это же палка о двух концах, я имею в виду для Запада. Ну, хорошо, не примите Украину в НАТО. Но тогда возникнет перспектива союза неких государств, так называемых прифронтовых государств, Польши, Литвы, Украины. Возможно, Румыния, не знаю, не буду говорить о Румынии. Но вот Польша, Литва и Украина, они, собственно, уже имеют определенный опыт трехстороннего сотрудничества, в том числе военной области. Это Люблинский треугольник, так называемый. А в Польше давно уже. Популярная идея уже сто лет со дня, с момента, когда ее Пилсуцкий выдвинул. Идея вот такого союза Украины, Польши, Литвы. Называется это тогда идея Чиморья, так, по-моему, по-польски. Чиморья, да? Юрий, вы же помните... Трех морей, да? Трех морей, да-да-да. Ну, вы же помните вообще такую в 20-е, начало 20-х годов феномен малых антант. Была вот и Балканская антанта, и Балтийская антанта, и Ближневосточная, и Средиземноморская. И вы знаете, есть еще, вы одну страну тут не назвали, она выходит за рамки регионального такого вот сценария. Британия. С самого начала войны мы слышим о возможности именно Британия, Польша, Украина, ну и, разумеется, там та же Литва. Вот это тоже, и учитывая позиции Британии, какие она занимает самые жесткие, наверное, в Западной Европе, после, ну, вместе со Штатами, то это вполне кажется реальным. И также, если исходить из заявлений того же Бена Уоллеса, британского министра обороны, да, это все на самом деле вполне возможно. Ну вот, Юрий, переходя к теме все-таки этих злополучных истребителей F-16, с одной стороны и голландцы, и поляки готовы рассмотреть этот вопрос серьезно, поляки вообще готовы даже уже начать передавать. Ранее мы слышали и о Словаках, подобную решительность Байден пока сказал твердое «нет». Ну, он и до этого уже говорил «нет», а потом ситуация менялась и так далее. Ну вот, вы как все-таки военный эксперт, вы видите возможным успешное контрнаступление Украины с отвоеванием дальнейших своих земель в этом году без, собственно, истребителей? Вот если взять хотя бы те танки, которые нам обещали, которые, когда поступят, начнут нам уже помогать в этом вопросе. А я здесь ориентирую, знаете, на заявление и на слова генерала Валерия Залужинова, который намного более компетентен в этом вопросе, в вопросе о том, сколько нужно и какого вооружения Украине для того, чтобы отвоевать свои земли, чем я. Валерий Залужин ясно совершенно сказал, что ему нужно 300 танков, 600-700 бронированных машин, боевых бронированных машин и, по-моему, он назвал цифру 500 артиллерийских систем. Вот то, что нужно. Конечно, без авиационной поддержки, но здесь речь идет не только о F-16. Для наступления важно, ведь еще и очень важно иметь ударные вертолеты. Три таких вертолета, по-моему, Сикинг передала Великобритания, Украине. Вот эти вертолеты, конечно, три вертолета погоды не делают, слов нет. Но если будет, скажем, несколько эскадрильей ударных вертолетов, такого же класса, как Сикинг, но тогда вот эти вооружения, они могут сыграть действительно очень важную роль. Без авиационной поддержки наземное наступление возможно. И я объясню, почему. Потому что у Украины достаточно хорошая тактическая фронтовая система противовоздушной обороны. Ведь российская авиация, несмотря на то, что... Боевая авиация, несмотря на то, что она по количеству гораздо больше боевых самолетов, чем у Украины, но очень, очень, я бы сказал так, неактивно русские используют эти свои самолеты в войне в Украине. Они остерегаются залетать в воздушное пространство Украины, поскольку системы ПВО Украины изначально были неплохие. Их удалось спасти в первые дни, в первые недели войны, рассредоточив. Тогда российские ракеты ударили по пустым местам очень часто, когда речь шла об ударах по ПВО Украины. Это был большой успех, я считаю, генерала Залужного, ну и вообще командованию вооруженных сил Украины. Так вот, ПВО может нейтрализовать в известной мере российскую авиацию в случае крупных сухопутных сражений, либо наступления российского, либо наступления ВСУ. Но поэтому можно и без авиации наступать. Но, конечно, лучше с авиацией, тут слов нет. И потом, понимаете, вот тут есть тоже некоторые тонкости. Если вдуматься в слова Байдена, он говорит о чем? Что мы не передадим F-16. Но он же не говорил о том, что мы вообще ничего не передадим. А помимо F-16 есть F-15. Машины, ну, не такие совершенные, как F-16, но тоже очень неплохие. Есть и некоторые другие виды боевой авиации, которая нужна Украине. Так что вот тут еще нужно посмотреть, подумать, а что, собственно, имел в виду президент Соединенных Штатов? То ли только F-16 или вообще боевую авиацию? Вот, понимаете, как, знаете. Я пока не берусь утверждать точно. В начале беседы вы сказали, Юрий, что готовится большое наступление, так или иначе, но неминуемое. И вот британская разведка подтверждает, что Россия ищет способы тихо мобилизовать большое количество мужчин. Как минимум, это доказывает до сих пор неотмененный указ о частичной мобилизации. В частности, 22 января российские СМИ сообщили, что российские пограничники не дали выехать из страны киргизским трудовым мигрантам с двойным паспортом. Мужчинам заявили, что их имена находятся в списках для мобилизации. Ну вот, вопрос все-таки о конечной цели Путина сейчас, как она видится вам в контексте этих планов о наступлении. Неужели действительно будут опять продолжаться лобовые атаки и абсолютно бессмысленные попытки штурма больших городов? Даже не говорим сейчас про Киев, но если шесть месяцев не могут взять Бахмут, то что там говорить о том же Краматорске, тем более Харьков и Запорожье, где мы слышим, что, возможно, как раз часть этого большого наступления. Путин готов бы сейчас просто был согласиться на вот это сохранение за собой этого наземного коридора в Крым, если говорить о его сейчас реалистичных целях. Понятно, что он о них не скажет, и мы слышим о том, что они у него остаются максималистические, которые полностью над Украиной. Но по сути, вот на чем бы он согласился? Крым, наземный коридор и вот часть оккупированного Донбасса? Или все-таки его цели действительно такие максималистические, как нам о них рассказывает та же британская разведка? Мое мнение, ну это скорее даже такое вот интуитивное мнение, потому как никаких инсайдов из Кремля или из каких-то иных правительственных резиденций в Москве у меня нет. Но мое интуитивное мнение в том, что пока сегодня Путин делает ставку на крупный успех вот того наступления, о котором все так говорят. И я думаю, что вот на этот же успех делает ставку и Герасимов. Я думаю, что Герасимов, как человек военный, он понимает, что в случае неуспеха ему будет трудно сохранить не только свой пост, но и, я думаю, многие другие, так сказать, жизненные блага, даже если ему придется уйти в отставку. Судьба его будет довольно печальной. Значит, Герасимов и нынешнее командование вооруженных сил России делают все возможное для того, чтобы был хотя бы частичный успех. Что именно понимать под частичным успехом, я не знаю. Мне кажется, что, в общем, в Кремле пока всерьез к какой-то договоренности относительно тех или иных условий перемирия, прекращения огня, перемирия и так далее, пока всерьез не готовы. Расчет делается на то. Вот посмотрим, к чему приведет наступление. А у нас много личного состава, большое количество живой силы. Вот мы тут пока еще можем чего-то добиться или попробовать добиться. Но пусть попробуют. Юрий, а вы считаете, решение все-таки сместить на донбасском направлении или немножко, так скажем, подвинуть Пригожина и компанию, Вагнер, все-таки связано, может быть, с демонстрацией такой уверенности, что все-таки российская армия уже, то есть регулярная армия в лице главнокомандующего Герасимова вполне может взять на себя эту роль. Это что, такая проекция такой уверенности и силы? Я думаю, что опыт использования вагнеровцев в боях за Бахмут и в боях за Солидар показал достаточно ограниченные возможности вот этой банды. Да, как штурмовая пехота, причем в массе своей, если говорить о заключенных, которых они навербовали, там где-то, например, на 75% вот этих боевиков вагнеровцев, это были заключенные, не кадровый состав, а заключенные, он показал очень ограниченные возможности. Да, определенные задачи они решили, при этом понесли тяжелейшие потери. Тут трудно сказать, сколько именно осталось в живых, ну или там невыведенных из строя этих наемников. Ну, по некоторым данным не так много. Но если говорить о процентном отношении, там может быть 25%, может быть 30%. В общем, Пригожин, да, был нужен на какое-то время, но, как говорят, да, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Вот теперь вагнеровцы, в общем, уже не нужны. Остатки их будут интегрированы в вооруженные силы. Судьба самого Пригожина? Ну, тут можно только гадать, в лучшем случае для него его отправят куда-нибудь в Африку, а в худшем, ну, он слишком сильно и откровенно продемонстрировал свои политические амбиции в качестве конкурента тем людям, которые действительно контролируют крупные силовые структуры, я имею в виду и армию, и ФСБ, и там другие, министерство внутренних дел, Росгвардию. Он никому не нужен теперь. Вот он действительно свое дело сделал, ну, пусть там где-нибудь в Африке резвится. А в России его, если он будет действительно демонстрировать какие-то желания стать каким-то крупным политическим деятелем, занять какое-то видное место в российской бюрократической иерархии, я думаю, что его попросту ликвидируют. Он конкурент слишком многим. И вот его столкновение с Геркиным как раз свидетельствует о том, что, на мой взгляд, что он поссорился не только с генералами, но генералами армейскими, но и с генералами ФСБ. Потому что Геркин, в общем, известно, какой команде принадлежит. Несомненно. Спасибо большое, Юрий, за вашу, как всегда, экспертную оценку. Друзья, с нами был Юрий Федоров, военный эксперт. Продолжение следует...